Здравствуйте, мы добрались до лекции 11 по классической дифференциальной геометрии и мы продолжим сегодня обсуждать геодезически, потому что это очень важный сюжет, как я уже говорил, это такой аналог прямых на искренних поверхностях, вот, и поэтому мы, конечно, одной лекцией тут не удовлетворимся. Вот, и сегодня я поговорю про, вот, сюжет, который я уже выписал даже, это называется вариационный подход к геодезическим. О чем идет речь? Смотрите, давайте я посмотрю на следующую ситуацию. Значит, у меня есть наша заданная поверхность, у меня есть две каких-то точки А и Б, я рассматриваю множество вот различных кривых, соединяющих А и Б на поверхности, то есть я буду считать, что у меня есть одно единственное ограничение, да, значит, кроме того, что у меня кривые лежат на поверхности, это то, что при каком-то значении времени Т равно А я нахожусь в точке А, и при каком-то значении времени Т равно Б я нахожусь в точке Б. То есть вот я буду рассматривать множество таких кривых на поверхности. давайте я назову его В. Значит, В это множество кривых, значит, гамма на сигма таких, значит, что у нас гамма от А равно А и гамма от Б равно Б. Да, смотрите, вот я на этом множестве могу построить различные функции такие с значениями В. Вот, значит, у нас есть длина, например, вот L от гамма. Что такое? Мы знаем, как считать длину, значит, это будет у меня интеграл от А до Б. Значит, здесь у меня будет стоять длина вектора скорости, да, значит, вот это у меня длина. А еще, значит, есть другая такая тоже очень полезная функция, да, значит, я буду интегрировать здесь квадрат длины. Значит, это обычно называется энергия. Вот. Здесь у нас сказать такую вещь. Вот обычно в математике рассматривают вот такие пространства, вот такого вот сорта, да, они обычно состоят из функций, поэтому вот эти вот штуки, они получаются какие-то такие, значит, вот функции на пространстве функции. И это делает речь такую очень сложной, потому что когда вы говорите про функцию, надо каждый раз думать, речь идет про функции, которые элементы этого пространства, или про функции, которые отображение этого пространства функции в R. Поэтому вот такие вещи, вот функции на пространстве функции, их называют обычно функционалы, да, поэтому вот мы и здесь тоже будем, употреблять это слово как это обычно делается вот вот это у меня функционал длины а вот это мне функционал энергии вот мне есть можно рассматривать и другие функционалы то есть у меня вот l это функция из вот этого пространства vr и e тоже значит у меня тоже значит такое вот отображение из этого пространства в этих кривых vr вот дальше вот смотрите например если нас интересует кратчайшая кривая соединяющая а и b то например это минимум и до кратчайшая значит кратчайшая кривая соединяющая а и b значит это минимум минимум поэтому как бы если мы хотим изучать кратчайшие а это такой очень честный вопрос какая кратчайшая соединяющая а и b то тогда оказывается нам нужно изучать на самом деле минимум вот такого функционала а тогда значит надо вообще изучать вопрос а как вообще искать минимум для какого-то вот функционала из в в в данность как искать минимум здесь на сказать вот что как бы давайте мы посмотрим на аналогию с функциями на пространстве р.н. просто да то есть вот вот если у нас просто есть какая-то функция из р.н. в. в.р. то как мы ищем минимум да значит то есть мы поступаем в два этапа да мы на первом этапе ищем критические или экстремальные это зависит там от терминологии как бы точки то есть это точки где все производные обращаются в ноль да а потом уже среди них пытаемся искать кто из них минимум то из них максимум кто сетловая точка да то есть вы знаете что если производные все как сказать если у вас есть минимум да то там производные обращаются в ноль а если производная обращается в ноль это не обязательно минимум потому что в максимуме происходит ровно то же самое и есть еще и седловые точки да например когда вот у вас y равно x в кубе да у вас вот в точке ноль у вас производная обращается в ноль да но это у вас и не минимум и не максимум это вот то что называется седловая точка вот поэтому значит в любом случае как бы да значит первый этап мы ищем значит здесь экстремальные точки они же критические точки а второй этап это мы уже среди критических точек мы ищем где-то максимум где минимум где седловая точка вот мы хотим что-то подобное сделать здесь но нам здесь вмешает одна вещь как бы смотрите здесь вот нас критическая точка это знать что все частные производные в этой точке у функции f маленькой обращаются в ноль но когда мы работаем нас вот на пространстве кривых у нас нет никаких частных производных потому что и координат собственного нет поэтому наша цель сейчас будет такая очень простая мы переформулируем для вот этих вот функции из rn в р их определение вот того что . критической в каких-нибудь таких терминах чтобы мы могли это перенести на вот это вот наше вот это множество кривых модели значит вот у нас есть функция из rn в значит и давайте мы напишем так вот первое первое определение до которой обычно есть определение 1 значит точка а значит критическая ну или экстремальная как как хотите точка критическая для f значит если для любого и у нас df по dx и т в точке а равно 0 вот такого то определения оно классическим есть у нас ним есть проблема чтобы перенести его на σучь abajo вот influences множество путей хоть вот это множество путей часто называют пространством смотрите как бы я так не очень люблю это слово потому что смотрите на вот этом множестве путей нет никакую структуру линейного пространства пути нельзя складывать поэтому это часто называют пространством путей я может даже буду это называть пространство путей, но лучше быть множество. Хорошо, значит, вот это такое определение. А давайте мы, значит, напишем второе определение, эквивалентное. Значит, что А критическое для F, если для любого вектора X, смотрите, я напишу здесь, производное вдоль X от функции F в точке А равно 0. Ну, смотрите, отчего это так? Смотрите, из 1, 2. А это просто следует из того, что у вас производные функции F вдоль какого-нибудь вектора X, как мы это обсуждали, его можно написать просто вот так. Это произведение частных производных на вектор X. Если определение 1 у нас выполнено, и вот эти частные производные 0, то тогда у нас и вот это 0 для любого вектора X. Значит, 1 влечет 2. Давайте наоборот, вот 2 влечет 1. 2 влечет 1, почему? Ну, смотрите, как бы, надо просто сделать так. Значит, рассмотрим. Значит, X, который равен координатному вектору E, E и тому. Тогда смотрите, что тогда у вас, значит, координата. Давайте так, я напишу здесь вместо координаты номер Y и координат номер J. Это будет просто такая вот кроникероводельта, да. Это у нас 0, если и не равно же, и единица, если и равно же, да. Значит, тогда у нас 0, которая, значит, по определению 2, значит, вот эта вот штука. Это будет, опять-таки, значит, по известной формуле вот такой. Это будет вот такая штука. Ну, это будет просто вот это. Ну, а дальше что, как бы, если же равно И, тогда это единица, и здесь стоит И, а если же не равно, и это будет 0. Поэтому, значит, это будет вот такая штука. То есть, смотрите, у нас, опять-таки, как бы, если эта штука равна 0 для любого Икса, тогда это, в частности, равно 0 для вот таких вот векторов Иксов, которые просто направлены вдоль координатных осей. Ну, тогда, значит, видно, что тогда, значит, у нас любая частная производная будет у нас 0. Поэтому, смотрите-ка, вот это определение, оно у нас эквивалентно исходному. Смотрите, оно уже лучше. В этом определении у нас нет никаких координат. Но здесь есть векторы, касательные векторы. Ну, смотрите-ка, у нас есть вот такое вот множество, множество путей. На самом деле, у него есть некая такая структура, то, что называется бесконечномерного многообразия, в некотором смысле, и там есть, на самом деле, касательные векторы, но это очень сложно определить. Поэтому мы от определения 2, которое лучше, но еще не совсем хорошее, мы перейдем к определению 3, которое вот нам подойдет просто-таки отлично. Давайте мы поступим так вот, поделение 3, да? Значит, А критическое, значит, для F. Если для любой кривой, значит, гамма от T такой, что гамма от 0 равно А, значит, верно. Вот такая штука. Смотрите, я буду брать нашу функцию и смотреть ее значение в точках гамма от T. То есть, смотрите, я разматриваю значение нашей функции на кривой. Вот такой, да? Дальше я беру производную по T при T равно 0, и это должно быть 0. Вот. Смотрите, почему это эквивалентно тем, тем определением, которое у нас будет. Ну, смотрите. Значит, если у нас есть 2, почему у нас тогда... Ой, это я как-то улегся рисованием кружочков. Почему 2 влечет 3? Ну, очень просто. Смотрите, вот у нас, значит, вот эта штука, как бы, легко увидеть, что она, значит, ее легко вычислить с помощью правила производной сложной функции. Что это будет просто вот что. Это будет dF по dX и тому, значит, в точке гамма от T умножить на гамма и T с точкой от T при T равно 0. Что это у нас будет? Смотрите, как бы гамма от 0 это у нас A, поэтому это будет просто dF по, значит, dX и T в точке A на вектор скорости. Да? Ну, что это такое? Это просто это производная вдоль вектора скорости, значит, в момент времени 0, то есть в точке A, T в точке A. Но мы же с вами знаем, что для любого вектора у нас, в том числе и для вектора скорости кривой, вот эта штука у нас 0, если определение 2, верно. Поэтому это будет 0. В другую сторону это работает аналогично, с помощью той же самой формулы. Ну, в самом деле, мы хотим доказать, что вот такая штука dF по dX, то есть dF вдоль X в точке A это 0. Ну, отлично, значит, возьмем, значит, гамма такую, что у нас гамма от 0 это у нас A, а вектор скорости равен X. Например, гамма от T, который у нас A плюс TX. Да, тогда, значит, что у нас будет? Тогда у нас просто, значит, вот, вот это вот производная, это будет у нас вот, вот это вот производная. А в силу вот этого вычисления, это будет у нас вот, вот ровно вот эта штука. Мы знаем, что для любой кривой гамма от T такой, что гамма от 0, а это будет 0, поэтому начну это будет 0. Вот и все. Смотрите. Вот это определение, оно уже гораздо лучше. Смотрите, здесь нет ни координат, здесь нет касательных векторов, здесь есть просто, значит, вот у вас такая вот кривая в РН. Чтобы написать аналогичное определение для пространства путей или для множества путей, как более правильно правильно говорить, нам нужно понять, а что же тогда такое вот кривая или путь на пространстве путей. Сейчас мы это обсудим, и тогда мы напишем аналогичное определение. Смотрите, вот что у нас такое вот, давайте напишу здесь вот РН, вот у меня точка А. Вот что у меня такое кривая, да, вот гамма от T такая, что, значит, гамма от 0 равно А. Смотрите, как бы это, я могу на это смотреть, как на такое вот семейство точек, зависящие от параметра, так, что у меня, значит, вот когда параметр равен нулю, то у меня тогда, значит, А. А вот что будет, если я нахожусь вот в нашем вот этом вот множестве путей? Смотрите, вот у меня есть наш путь какой-то там гамма от T. Давайте я даже сейчас назову его гамма от 0 от T. Тогда, смотрите, вот здесь у меня кривая, это значит, что я как-то вот деформирую эту точку А. А здесь как бы тогда это будет, что я как-то вот деформирую нашу вот эту вот кривую, да. Давайте, значит, только так я выделю цветом. Давайте у меня наш гамма 0 от T. Это вот такая будет оранжевая кривая. О! Вот. И мы ее, значит, вот так вот деформируем, да. То есть у меня будет такая какая-то штука гамма от T. Смотрите, вот это у меня параметр на кривой. То, что мы часто называем время, да, потому что мы кривую часто представляем себе как траекторию какой-то частицы или материального тела. А вот это у нас параметр деформации. Вот. Здесь есть такое специальное слово, которое обычно употребляется. Это слово вариация. То есть, смотрите, вот здесь мы как бы вот так вот варьируем точку, когда вот меняется T. А здесь, когда меняется S, мы варьируем кривую, да, значит, параметр вариации. Вот. То есть, смотрите, вот опять-таки, вот у нас здесь кривая как бы вот в пространстве точек, а здесь как бы такая вот кривая в пространстве кривых. Да, вот если мы будем говорить про кривые в пространстве кривых, то мы очень скоро будем путаться. Потому что, как бы, когда я буду просто говорить, рассмотрим там кривую, то будет непонятно, то ли это кривая, который вот элемент этого множества кривых, то ли это кривая, которая в множестве кривых, которая у вас вот такая штука. Поэтому мы вот эти вот кривые в множестве кривых, мы их называем вариациями. То есть, смотрите, как бы мы дадим такое определение, да. Значит, вариация, значит, гамма от TS кривой, значит, гамма 0 от T. Значит, это семейство кривых, значит, гладко зависящее от параметра S. Значит, такое, что у нас гамма от T0, то есть, когда вот параметр вариации у нас 0, это будет наша исходная кривая. Смотрите, как вот здесь вот есть условия того, что когда параметр T у нас 0, у нас A, а здесь, когда параметр S 0, это у нас просто, значит, наша исходная кривая, да. Значит, у нас такая вот, значит, вот вариация, да. Дальше есть некоторая такая тонкость. Смотрите, мы же рассматриваем с вами вот пространство V, таких кривых, у которых всегда начальная и конечная точка у нас это A и B. Поэтому, смотрите, мы в нашем случае будем рассматривать такой особый тип вариаций, да. Это называется вариаций с закрепленными концами. То есть, смотрите, как бы мы ни шевелили эти кривые, их концы в точках A и B, они всегда закрепленные, да. Поэтому, значит, мы будем рассматривать вариации с закрепленными концами. Значит, вариация с закрепленными концами. Если, значит, для любого S, да, вот как бы мы ни варьировали, у нас гамма от A S, это у нас точка A, а гамма от B S, это у нас точка B. Вот, еще раз, из-за того, что мы рассматриваем множество вот кривых или путей, как хотите это называете, с закрепленными концами A и B, когда мы варьируем, это свойство должно сохраняться, чтобы мы не вышли за пределы этого пространства. Бывают ситуации, когда рассматривается множество просто всех путей, или, например, рассматривается множество замкнутых петель, да, иногда замкнутые петли, которые начинаются в какой-то конкретной точке и заканчиваются в той же самой точке, да. В зависимости от этой ситуации у вас эта вариация будет иметь какое-то дополнительное условие, да, вот у нас это условие, что мы рассматриваем вариации с закрепленными концами. Я не буду это говорить каждый раз, да, то есть я не буду каждый раз говорить, рассмотрим вариацию с закрепленными концами, рассмотрим вариацию с закрепленными концами. Из-за того, что мы рассматриваем наше пространство В из путей, которые устроены вот так, у нас это условие, оно как бы есть автоматически. Тогда смотрите, давайте я сделаю вот ровно то, что у меня было здесь. Что у меня было здесь в РН, да? У меня было, значит, для любой кривой гамма от Т такой, что гамма от нуля равно А. Да, значит, у нас должно было быть, значит, я беру F от гамма от Т, да, беру производную по Т, при Т равно нулю, и это должно равняться нулю, да? Значит, вот это вот у меня определение критической точки. Значит, а что же у нас тогда здесь будет? А у нас здесь будет тогда вот такое вот определение. Определение. Значит, кривая гамма от нуля от Т называется... Вот смотрите, вот-вот здесь у нас были точки, да, вот-вот точки, где, например, функция имеет минимум, да, и, значит, мы, значит, в качестве кандидата на эту точку минимум мы искали вот эти самые точки, где вот это или производная обращается в нулю, или любой из этих трех эквивалентных условий выполнен, да, эти точки, они в анализе называются экстремальными или критическими, да, а здесь у нас экстремальный или критический, это не точка, а целая кривая, да, поэтому, значит, кривая гамма от нуля от Т называется экстремальной, значит, экстремальной, кривой, а иногда просто, просто говорят экстремаль, то есть, называется экстремальной кривой или экстремалью, значит, для какого-то, значит, функционала, значит, Ф из пространства вот этих самых вот путей с закрепленными концами в Р, если, если для любой вариации, значит, гамма от ТС кривой гамма 0 от Т, что у нас будет, смотрите, я беру наш функционал и подставляю туда наше семейство кривых, вот, вот, нашу вариацию, да, вариация это семейство кривых, вот у меня для каждого С это кривая, значит, я для каждой такой кривой, я подсчитываю значение нашего функционала, у меня получается какое-то число, для каждого С получается число, это значит, что у меня, что вот это какая-то функция от С, да, Тогда, значит, я буду брать производную s и говорить, что у меня должно быть условие, что при s равно нулю, результат будет равен нулю. Вы мне можете сказать, а почему эта функция гладкая? Ну, если она не гладкая, то условие не выполнено, тогда это не экстремально. Понимаете, как бы у вас бывает так, что и для функции вот это вот условие не может быть выполнено, потому что вот эта штука у вас не гладкая. Ну, значит, какая-то функция такая плохая. Здесь точно то же самое. Может быть, что какой-нибудь плохой функционал, для которого вот это вот выражение не является дифференцируемым по s. Ну, у нас оно будет дифференцировано. К другой стороны, я хочу сказать следующее, что мы здесь поступаем так достаточно наивно, потому что у нас нет такого развитого математического аппарата для изучения этого. То есть, как бы мы здесь предполагаем, что наши вот эти вот там кривые вот эти самые гамма-атты и их вариации, они гладкие. На самом деле, в некотором смысле лучше рассматривать кусочно гладкие. Да, но мы сейчас не будем этого делать. Но на самом деле, здесь, конечно, нужно быть таким более посредственным с точки зрения анализа и там более строго описывать, в каких функциональных пространствах мы работаем. То есть, какая у нас там и в каких функциональных пространствах у нас живут наши кривые, где живут наши вариации и так далее. Это предмет того, что называется вариационное исчисление. Это на Мехмате обычно изучается вот на четвертом курсе. Там есть такой курс, он называется обычно оптимальное управление и вариационное исчисление. Ну, или иногда проще оптимальное управление. Да, вот там это будет рассматриваться очень-очень строго. Но, как бы, этот курс, который мы сейчас тут записываем, он адресован, в общем-то, второкурсникам. Поэтому, конечно, мы не будем здесь требовать вещи от четвертого курса и доходить до такого уровня строгости. Но вы увидите, что даже с нашим таким наивным подходом, когда мы рассматриваем только гладкие кривые и гладкие вариации, мы можем получить геометрические осмысленные вещи, что мы сейчас и сделаем. Смотрите, теперь я хочу изучить экстремалия одного функционала. Смотрите, это будет функционал энергии. Почему? Ну, во-первых, потому что ответ, вы сейчас увидите, почему он нас интересует. А, в другой стороны, он проще, чем функционал длины. Смотрите, я хочу взять и доказать следующее утверждение. Экстремалия функционала длины энергии, это в точности геодезические. Смотрите, здесь есть некоторая тонкость. Обычно тут рассказывают и в большинстве книжек пишут некоторые доказательства, в которых на самом деле есть проблема. Вот, а в меньшей части книжек там объясняют, как эту проблему преодолеть. Значит, вот я поступлю в ту же самую долгию. Я сперва скажу, такое доказательство более простое, но на самом деле не совсем правильное. А дальше я объясню, значит, как поступать, чтобы сделать его совсем правильно. Значит, смотрите, вот я буду делать все, как полагается. Я беру, значит, вот энергию от вариации, значит, некоторой гамма-ноль. Вот, и я, значит, здесь пишу производную по S при S равно нулю. Что же у меня такое будет? Ну, и нужно сперва просто вспомнить, о чем идет речь, да, значит, функционал энергии, что-то такое. Значит, я беру интеграл от A и до B, а здесь у меня стоял квадрат длины. Квадрат длины – это что такое? Это просто склярное произведение вектора скорости на себя. Но здесь у нас гамма зависит теперь от С, поэтому, значит, вектор скорости – это будет у меня, значит, D-гамма по UDT. Тут у меня UDT при S равно нулю, да, вот. Отлично. Ну, что, значит, у меня интеграл, который зависит от параметра, значит, он зависит очень просто. У меня от параметра S зависит только под интегральная функция. Пределы интегрирования у меня не зависят от S. Вот, и интеграл у меня собственный, никаких проблем с сходимостью, там, не собственного интеграла, зависящего от параметра у меня нет. Поэтому здесь можно просто взять и переставить, значит, у меня интеграл и эту производную. Единственное, что у меня, вот, как бы, вот этот интеграл, он зависит только от S, поэтому я пишу производную полную. А вот интегральная функция, она зависит у меня от T и от S, поэтому я буду писать знак, значит, частной производной. Отлично. Теперь смотрите-ка, а давайте я посмотрю на это вот следующим образом. Да, вот у меня, как бы, вот такая штука. Вот у меня вот есть точка, да, вот это вот, это точка A, точка B. Вот тут вот у меня есть, давайте я выделю ее оранжевым. Вот, значит, это у меня, значит, наш путь, гамма 0 от T, когда параметр вариации 0. А вот тут вот у меня, значит, тут вот, тут вот у нас вот эти самые такие вот варьированные кривые, да. Смотрите, вот это вот линии, когда S равно константа, да. А вот когда T равно константа, а я варьирую S, у меня получаются какие-то такие вот, такие вот линии, да. Тогда смотрите-ка, вот у меня тогда вот здесь вот в точке есть как бы два вектора. Смотрите, вот это вот у меня вектор, это вектор 1, а вот это, это другой. Смотрите, вот это, это вот D гамма по D S, да. Вот я фиксировал T и варьирую S, а вот вот этот вектор, да, давайте вот я подпишу вот так вот, это у меня D гамма по DT, да. Вот эти вот, если я фиксирую T, да, а это именно то, что происходит, когда я беру частную производную по S, то S у меня это просто вот параметр на вот такой вот кривой, да, значит, где у меня вот D гамма по D S, это вектор скорости. Опять давайте вспомним то, что мы делали уже очень много раз, а именно то, что производная по параметру на кривой, это то же самое, что производная вдоль вектора скорости этой кривой. Поэтому, значит, это выражение, оно равно просто вот чем, это будет интеграл от A до B, а здесь вместо D по D S будет стоять, значит, производная вдоль вот этого вот вектора D гамма по D S, да, значит, от вот такой штуки. Вот, равно. А что будет дальше? А дальше будет вот что, смотрите, как бы у меня здесь стоит скалярное произведение векторов, я беру его производную, значит, вдоль какого-то вектора. А дальше, если помните, то мы с вами обсуждали, что есть свойство согласованности, связанности с метрикой, да, что оказывается, что вот эта штука, это будет квариантная производная от этого на вот это, плюс вот это, квариантная производная от вот этого вдоль этого. Смотрите, это будет два одинаковых слагаемых, почему? Потому что у нас скалярное произведение, оно симметрично. Поэтому я напишу здесь просто два, значит, интеграл от A до B, а тут будет, значит, скалярное произведение от, значит, квариантной производной от D-гамма по DT на D-гамму по D-S на D-гамма по DT. Тут такая частная производная везде. Вот такая вот штука. Отлично. Вот, что я теперь хочу делать? Я теперь хочу сделать некоторое преобразование, да, значит, смотрите, давайте вот мы вспомним, что мы с вами обсуждали некоторое такое свойство, которое свойство симметричности, связанности, да, было, значит, у нас вот такое вот свойство. Вот, давайте мы заметим, что у нас вот частные производные по DT и частные производные по DT, они коммутируют. Да, ну, потому что вторые смешные, вторые смешные производные по DT и по DT, значит, они у нас перестановочные. Поэтому, как бы, для вот этих вот векторов, D-гамма по D-S и D-гамма по DT, вот это вот ноль. А если вот здесь вот стоит ноль, тогда что? Тогда просто вот эти вот штуки, они равны. То есть, я могу вот набло XY заменять на набло YX. Это я и сделаю здесь, да, то есть, я напишу, что вот это у меня равно, да, и здесь я напишу, значит, вот, переставив их. А тут у меня, значит, D-гамма по DT, DT при S равно ноль. Вот такая вот штука. Отлично. Опять, смотрите, а теперь я хочу ее несколько преобразовать следующим образом. Смотрите, давайте мы заметим, что если я возьму, значит, вот такое вот скалярное произведение и продифференцирую его вдоль вот такого вот вектора, что у меня будет? А у меня вот будет, опять-таки, вот это вот правило, которое, правило согласованности, значит, метрики и квариантной производной. На это у меня будет вот что, значит, у меня будет квариантная производная от вот этого вот векторного поля вдоль вот этого. Плюс, а здесь у меня будет, значит, вот вот это на квариантную производную от вот этого. О, вот, тогда смотрите, вот давайте мы заметим, что вот то, что у меня стоит вот здесь вот, это у меня вот это вот слагаемое. Поэтому из этого творчества видно, что я могу вот это заменить на разность вот этой части и вот вот этого слагаемого. Что мы сейчас и сделаем. Ладно, если мы сейчас это перепишем тогда вот так, смотрите, у меня будет два интеграла от а до b, значит, от вот такой штуки. Только, смотрите, я ее сразу же немножечко переделаю. Смотрите, вот мы вот здесь пользовались тем, что частная производная по параметру на кривой, это производная вдоль вектора скорости. А сейчас я наоборот, я вектор скорости заменю на производную вдоль этого параметра. Значит, вот это, да, минус, потому что я переношу с минусом, значит, вот такой вот интеграл. А тут, значит, у меня будет вот такая штука. Вот, значит, давайте только тут я подчеркну, что я переношу отсюда, вот сюда. Отлично. Вот. Смотрите, давайте вспомним формулу Ньютона-Лейбенца. Да, значит, что нам говорит форму Ньютона-Лейбенца? Вот формула Ньютона-Лейбенца, она говорит нам, что вот это слагаемое, оно на самом деле равно чему? Как бы у нас интеграл от производной, это значение, то есть интеграл от производной функции, это значение функции в верхнем пределе минус значение функции в нижнем пределе. Поэтому у нас это будет просто, значит, вот это вот дгамма по дс, дгамма по дт при, значит, т равно b, то есть вот с равно 0, т равно b, минус такая же штука, значит, с равно 0, т равно а. Ну вот давайте вспомним, что я писал условия вот этих вот закрепленных концов. Мы рассматриваем только вариации с закрепленными концами. И мы знаем, что дгамма по дс при т равно b равно 0, и дгамма по дс при т равно а тоже равно 0. Поэтому, значит, вот это вот у нас 0, и вот это у нас 0. Поэтому, смотрите, первое слагаемое у нас это просто 0, оно исчезает. Да, давайте, например, здесь еще раз, значит, так, как, у нас, значит, дгамма по дс при т равно а равно дгамма по дс при т равно b равно 0. Вот, как бы, закрепленные концы. Вот, поэтому у нас остается только вот эта штука, да. А здесь тогда, смотрите, давайте мы здесь просто вот уже с равно 0 подставим внутрь. Да, и у нас тогда здесь будет что? Значит, у нас будет вот минус 2 интеграла от а до b. Значит, тут у меня будет, значит, дгамма по дс при с равно 0. А здесь, когда я поставлю с равно 0, у меня будет просто наша исходная кривая, да, значит, которая, значит, у нас будет, там, гамма 0 с точкой, точку на стопоизводной по т, да. О, вот такая штука. Вот. А, тогда что мы здесь видим, да, смотрите-ка бы. Если, значит, у нас наша кривая была геодезическая, тогда выполнены условия геодезических, то, что вот это у нас 0, поэтому у нас, значит, тогда этот интеграл будет 0, значит, поэтому у нас это производная 0. А вот, если вот это 0, то почему тогда это будет геодезическое? Это мы сейчас обсудим. Смотрите, вот та формула, которую я только что вывел, да, значит, давайте еще раз, значит, если, значит, гамма 0 от т геодезическое, то выполнено уравнение геодезических, да, значит, ковариантная производная, значит, вектора скорости вдоль вектора скорости будет 0, поэтому это слагаемое 0, ну, точнее, этот сомнодушитель 0, тогда это произведение 0, мы интегрируем 0 и получается 0, да, значит, тогда, значит, у нас и вот эта штука тоже равна 0. Эта штука, она называется вариация функционала, кстати. Это вот вариация функционала энергии, да. А давайте, наоборот, это первое, да, теперь второе, да, значит, а вот если у нас d по ds от вот этого дела, значит, равно 0, значит, для любой вариации. Значит, тогда происходит что? Смотрите, вот у вас, вот вы можете добиться того, чтобы вот этого, у вас было любое векторное поле, на самом деле, вдоль, вдоль этой кривой, да, вот, вот у вас идет, вот, давайте подрисуем картинку, вот, значит, у вас тут вот есть ваша кривая, вот, а вот b, а вот это что-то такое? Это такое вот, это такое вот векторное поле, да, которое вот у вас в точках этой кривой определено. Ну, единственное, что оно у нас, вот, значит, в точках а и b, оно обращается в 0, да, вот, 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 что установлено так. И на самом деле, как бы, можно понять, просто написав это в локальных координатах, что вы можете для любого вот такого вот векторного поля написать некоторую вариацию, вот, с таким вектором d-гамма по ds при s равно 0, да, то есть, вот это вот у нас d-гамма по ds при s равно 0. Значит, вот это дело, оно называется векторное поле вариации вот этой гаммы от ds. Сейчас, это вот у нас, значит, векторное поле, да, смотрите-ка, вот у нас рассуждение, тогда оно такое очень простое, да, вот, вот, пусть у нас вот, вот, вот эта штука, там, не равна нулю, значит, при t равно какому-то там t0. Тогда мы сделаем, что такое-то, да, значит, тогда, значит, в, значит, в некоторой окрестности, значит, t0 у нас, вот, у нас, вот, вот, вот это дело тоже выполнено. А, то есть, наоборот, нервную нулю. Вот пусть в какой-то точке это не 0. Тогда в некоторой окрестности это тоже выполнено. Почему? Ну, потому что это векторное поле, которое гладкое, поэтому оно непрерывное, каждый звукомпонент непрерывно, поэтому, как бы, это понятно, что отлично, да? Значит, тогда возьмем, значит, возьмем вариацию, значит, такую, что, что у нас, что она устроена вот так, вот, смотрите, вот, что, что у нас будет, вот у нас а, вот у нас b, вот у нас t0, да, вот у нас вот, вот эта вот окрестность, где вот этот вот вектор у нас, значит, будет не 0. А я возьму вариацию вот такую вот, вот смотрите, как бы она вот здесь вот везде будет 0, да, а вот тут она в такой маленькой окрестности будет не 0. И более того, как бы она там будет устроена просто как, значит, какая-то такая функция, вот так вот устроена умноженная на вот этот вот вектор, да. Значит, вот, значит, что у нас, значит, ds, d гамма по ds при s равно 0, она равна, значит, какой-то там функции f на, значит, вот, на вот вот эту штуку. Значит, значит, где у нас f, где у нас f, ой, извиняюсь, это описка, где f, это вот такая вот функция, смотрите, это такая вот, то, что называется дельта-образная функция, это у нас t, это у нас f, это у нас, значит, a, b, вот у нас t0, вот маленькая окрестность, и она у нас устроена вот так вот, не вот такой вот график. Вот. Тогда смотрите, тогда у нас 0 равно вот этому делу по условию. А с другой стороны, смотрите, это будет равно, значит, минус 2 интеграла от a до b f, который я могу вынести, просто умножить на просто квадрат длины вот этого дела. Да, но, ну, смотрите, тогда у меня, у меня вот эта штука, значит, она у меня вот, ну, как сказать, смотрите, вот за пределами вот того места, где f равно 0, значит, это будет 0, а вот внутри этой маленькой окрестности это положительное, и вот это вот у меня тоже положительное, да, поэтому у меня этот интеграл не может быть равен 0. Противоречие. Противоречие с чем? С тем, с тем, что мы допустили, что в какой-то точке это производное не равно 0. Значит, поэтому у нас тогда для любого t, значит, из вот этого интервала a, b у нас выполнена вот эта штука. То есть, смотрите, что мы получили, что если гамма 0 от t геодезическая, то тогда вот эта штука у нас обращается в 0, то есть она у нас экстремаль, а если у нас гамма 0 такая, что это условие выполнено, то есть она экстремаль, то тогда у нас, значит, мы видим, что из этого будет быть силой, что выполнено уравнение геодезических. Поэтому, значит, у нас экстремали функционалы энергии и геодезические – это абсолютно то же самое. Вот. Это хорошо. Теперь смотрите, я должен объяснить, где была проблема в нашем вот этом вот рассуждении. Где я вас в каком-то смысле обманул? Обманул я вот в месте, где я рисовал такую обманчивую картинку. Эта картинка обманчивая, она была вот такая вот. Вот у меня вот есть а и б, значит, вот у меня тут вот есть моя кривая, значит, для которой я беру вариацию. И вот у меня, значит, вот эта варьированная кривая, значит, вот такая, вот такая. И у меня тогда, значит, здесь есть такие вот аккуратные линии, когда t равно константа. И у меня здесь вот в каждой точке мне торчат векторы. Давайте я нависую их еще каким-нибудь цветом, да. Вот у меня вот сюда торчит d-гамма по dt, да, значит, а вот сюда, например, вот у меня, вот тут вот у меня торчит, значит, d-гамма по ds. Вот такая вот классная, классная картинка. Эта картинка, она, правда, такая ложная. Почему она ложная? Потому что не обязательно у меня вариация устроена так, вот, 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 вот эта вариация, она устроена так, вот, если у меня, ну, как сказать, смотрите, вот что мне происходит на самом деле происходит, у меня на самом деле вот что. Вот у меня есть такой вот прямоугольник, вот у меня ось t, вот у меня ось s, да, вот тут вот у меня а, вот тут вот у меня b, да, а тут вот у меня вот s, оно меняется там в каких-то там еще, Это я плохо нарисовал. Вот это у меня А, вот это у меня Б. Я, на это, к сожалению, непродуманно это было нарисовано. Сейчас мы это делаем, вытрем, да. Вот, значит, А по С вы можете меняться там от какого-то там минус Эпсилона и ДЭпсилона. Да, нам достаточно очень маленькие окрестности. Смотрите, вот у вас есть вот такой вот прямоугольник, да, значит, вот такой в пространстве Т и С. И вот вы его отображаете вот с помощью вот этого гамма, гамма от ТС, да, оно отображается вот сюда. Вот смотрите, вот эта картинка будет такая хорошая, если у меня вот внутренность вот этого вот прямоугольника, она как бы вот так вот взаимно однозначно отображается на нашу поверхность, да. То есть у меня здесь вот есть вот эти вот линии, значит, С равно константа, а есть вот эти вот линии Т равно константа, да, и вот они у меня здесь вот, они отображаются, да. Вот эту вот оранжевую линию исходную кривую у меня отображается вот эта вещь, да. Но смотрите, проблема в том, что, значит, давайте мы заметим, что вот эта гамма не всегда, а вернее, очень-очень редко, практически никогда, не всегда взаимно однозначно. Значит, взаимно однозначное отображение, значит, вот этого самого вот внутренности АВ, значит, на минус ЭПСИО, на ЭПСИО, на поверхность. Да, у вас может быть что-то, что, например, ваша вариация, она устроена вот так. Смотрите, вот у вас ваша вот эта вот, значит, кривая, которая соединяет у меня А и Б, да. Вот, а у меня, например, эти вариации устроены так, что, например, вот я сперва ее и деформирую вот так, вот, а потом, значит, еще больше вот так вот, а здесь, например, вот в эту сторону вот так, вот, и там еще больше вот так вот. И тогда смотрите, как бы, вот у вас, вот, значит, вот у вас, если я нарисую снова здесь, вот, наша вот эта вот картинка, вот такую, да, Вот это значит у меня A, B, минус, и, и, вот посмотрите, у меня тогда, например, вот вся вот эта прямая, она отображается здесь в одну точку. А тогда у меня будет такая проблема, да, вот посмотрите, я когда буду брать вот здесь вот эти самые векторы D по DS, да, они вот здесь вот D гамма по DS, то из-за того, что у меня все вот эти точки склеиваются здесь в одну, то я не знаю, куда у меня на самом деле смотрит D гамма по DS, а куда D гамма по DT. Потому что смотрите, как бы у меня эта точка, она соответствует разным S и T, точнее говоря, S одно, а T у меня разное, да, поэтому у меня может быть, как бы вот если я буду брать, значит, вот вот эту вот точку, да, то у меня тогда у меня получится вот одни векторы D гамма по DT, D гамма по DS, потому что я вычисляю при ST из вот этой точки. А может быть, значит, а если я буду брать вот S и T, отвечающий этому значению, то у меня тогда, значит, здесь будут какие-то другие векторы. То есть, смотрите, у меня вот, значит, в этой точке, значит, вот там D гамма по DT и D гамма по DS неопределены однозначно. Вот, потому что у меня эта точка, еще раз она отвечает разным парам ST, которые все вот вместе переходят вот туда. Поэтому вот то вычисление, которое я вот делаю, как бы его, на самом деле грамотно нужно считать, что мы живем на самом деле не на нашей поверхности, а на вот этом вот квадратике. что мы рассматриваем здесь вот эти вот функции просто как функции от T и от S, да, значит, то есть мы на самом деле живем, значит, на вот этом, на прямоугольнике. В пространстве вот наших переменных S, S и T, да, вот, значит, где мы просто считаем правильно все наше вычисление, как бы, оно будет, оно будет проходить, если мы только будем делать правильные вещи. А именно, значит, мы будем, мы будем, значит, под вот этим самым вариантный производный вдоль, вдоль, например, вот такого вот вектора, да, вот такого вектора, да. Значит, мы будем понимать, мы будем понимать такую штуку, что мы, как сказать, то есть под вот такой, под вот такой вещью, значит, значит, при S равном какому-то S0 и T равно T0, мы будем понимать, соответствующие вычисления здесь вычислены для образов соответствующих правильных векторов, да. То есть, смотрите, вот если у нас S равно S0 и T равно T0, да, как бы вот у нас тогда вот здесь есть, значит, вот здесь у нас есть вот эта точка, значит, S0, T0, мы будем понимать, значит, это, значит, значит, это выражение, значит, вычисленное на, значит, вот D-гамма, по D-гамма по D-т в этой точке, то есть вы будете брать для вот этой точки, да, вот образы вот-вот здесь вот. И, соответственно, чтобы считать производное из каких-то окрестностей. Это сейчас сказано так несколько путанно, вот, поэтому, значит, как, что здесь нужно делать? Когда вы уже будете более грамотные и будете знать, что такое расслоение и связанность в расслоениях, это будет там гораздо позже в вашей жизни, то вы просто поймете, что здесь нужно просто брать обратный образ вот-вот этой связанности, значит, на вот этой плоскости ST, да. Значит, пока, как бы, я вам просто предлагаю такое, такое низко-наивное понимание, оно заключается в следующем, что мы, когда хотим посчитать вот такую штуку, мы же ее считаем для каких-то там S0 и T0, да. Тогда, смотрите, тут стоит T0, тогда, как бы, им отвечает вот здесь вот на нашей поверхности какие-то конкретные векторы, да, и мы можем все это посчитать тогда. Там понадобилось считать производное, но мы будем считать здесь вот в какой-то маленькой окрестности, ну, значит, они будут как-то там мало изменяться. Но нужно как-то вот иметь это в виду. Вот, значит, смотрите, значит, давайте мы теперь от функционала энергии перейдем к функционалу длины. Значит, там нас ждет некоторый сюрприз. Смотрите, давайте мы теперь посмотрим на функционал длины. Да, значит, вот у нас функционал длины, Lg, который у нас, значит, интеграл от A до B, от длины, значит, вектора скорости без квадрата, да. Вот, смотрите, давайте мы заметим одно очень важное обстоятельство. Это обстоятельство следующее, что у нас длина кривой не зависит от ее параметризации, да. Ну, это, с одной стороны, совершенно естественный геометрический факт. Если бы длина зависела от параметризации, ну, тогда бы значим, что вообще это не геометрическая какая-то вещь, а ерунда какая-то, да. А, с другой стороны, аналитически это следует из формулы для замены переменной в определенном интеграле. Вот, поэтому, как бы, это, как ни крути, это и верно, и естественно. А из этого следует такая вещь, что, смотрите, если какая-то кривая является, например, минимумом функционала длины, то есть кратчайшей, тогда любая ее перепараметризация тоже должна быть кратчайшей, потому что у нее такая же самая короткая длина. И, если вдуматься, то и для экстремалии это будет точно то же самое, да. Если у вас какая-то кривая экстремаль, то тогда, значит, ее перепараметризация тоже будет экстремалью. Вот. А это такая совершенно естественная вещь. Вот. Поэтому, смотрите, если у вас какая-то кривая является минимумом или экстремалью функционала длины, тогда все ее перепараметризации тоже будут таковыми же. Вот. Это говорит о чем? Это говорит о том, что проверять то, что, значит, какая-то кривая является экстремалью, достаточно в каком-то удобном параметре. А какой у нас самый удобный параметр? Это натуральный параметр, да. Значит, можно смотреть только на кривые в натуральном. Ну, или на самом деле тут, смотрите, тут здесь некоторая такая хитрость, да, смотрите-ка, мы же хотим, чтобы у нас вот концы были закрепленными с какими-то конкретными А и Б, и не обязательно разность Б минуса, это длина нашей кривой. Поэтому я расскажу так, в натуральном афинном параметре. Ну, тут такой, несколько плохой получившийся порядок слов, на самом деле, правильно говорить, афинный натуральный параметр, да, вот. Отлично. Вот. Значит, то есть, значит, можно считать, что у нас, значит, гамма с точкой на гамма с точкой, это у нас, значит, константа, вот. А, смотрите, вот, что будет, если я попытаюсь посчитать вариацию, да, вот я считаю, значит, вариацию, Д по ДС от ЭЛ от гамма от ТС при С равно нулю, да. Значит, у меня тут будет, значит, Д по ДС от интеграла от А до В, а тут что у меня будет? Ну, что это такое? А это просто, значит, корень из скалярного произведения, значит, там, Д гамма по ДТ на Д гамма по ДТ, да, по ДТ при С равно нулю. А дальше, что у меня произойдет? Я буду, ну как, я просто внесу, внесу быть сюда и буду здесь считать просто производную по С, да, от вот этого дела. А дальше, смотрите, как устроена производная от корня, да, значит, ну что, что у меня будет, значит, у меня будет А, В, значит, вниз у меня пойдет здесь два корня, вот-вот этих вот, ой, Д гамма по ДТ превратилась в Д гамма по ДС, это, конечно, глупость, там стоит Д гамма по ДТ. А здесь у нас стоит Д по ДС от того, чего у нас уже было. А дальше, что у нас будет? А будет у нас вот что, смотрите, вот у нас сверху вычисление будет ровно такое же, как раньше. А то, что у нас стоит внизу, оно будет болтаться внизу, как бы, да, а вот когда С будет положено равным нулю, то у меня, значит, это превратится просто в нашу исходную кривую, да, гамма нулю, это просто превратится в какую-то константу ни на что не влияющую, да, то есть, вот-вот это, вот равно, значит, константе при С равно нулю. А вот сверху у меня будет вот все ровно так же, как и раньше, и у меня выяснится, что у меня геодезические будут в точности экстремали, да. Единственное, что, что, как бы, мы же говорили, что на самом деле мы рассматриваем кривы в какой-то специальной параметризации, да, а геодезические, кстати, они имеют натуральную афинную параметризацию, как мы обсуждали на прошлой лекции, да, вот, но вместе с ними экстремальны будут и все перепараметризации. Поэтому у нас получается вот такое вот утверждение, что, значит, экстремалия функционала длины, значит, это в точности геодезические и их перепараметризации. Вот, вот такой вот факт, смотрите, оказывает, что экстремалия функционала длины, это в точности геодезические и их перепараметризации. Это важно, потому что, смотрите, если мы ищем кратчайшие, кратчайшие обязательно будут экстремали, потому что минимум это будут экстремали. Вот, тогда мы видим, что кратчайшая кривая, соединяющая А и Б, если она есть, ее может не быть, но если она есть, то это обязательно геодезическое. Давайте мы напишем такое, значит, следствие. Значит, если существует кратчайшая соединяющая А и Б, то это геодезическое. Ну, может быть, перепараметризованное, да, потому что, когда вы говорите про кратчайшие, то параметризацию всегда можно менять. Давайте мы вот еще раз поговорим про то, как вот похожи и не похожи прямые и геодезические, да. Значит, вот давайте вспомним, значит, еще раз, значит, свойства у прямых в ефклидовой геометрии, да. Значит, первое из них, значит, свойства, значит, через А, значит, и Б через две точки неравные, значит, проходит прямая. А, второе свойство, значит, это прямая единственная. А третье свойство, значит, кусок прямой, значит, между А и Б. А кратчайшая кривая, кратчайшая кривая и их соединяющая. Вот эти вот мы на семинаре сегодня рассмотрим, значит, геодезические, и мы увидим, в частности, две таких вещи, что геодезические на плоскости, это у вас обязательно прямые или куски прямых, а геодезические на сфере, это большие круги или дуги больших кругов. Давайте смотреть. Вот, значит, геодезические. Геодезические. Значит, первое свойство, значит, что-то у нас, значит, через А не равно Б, а проходит геодезическое. Ну, что мы скажем? Мы скажем честно, что вообще неверно. Вообще-то неверно. А пример какой-нибудь такой следующий. Смотрите, давайте я возьму вот, значит, знаете, вот у вас вот там, ну, вот смотри, вот мы находимся все-таки здесь в таком, значит, в мире поверхности пространства, да, вот давайте я возьму в пространстве плоскость, вот я выкину в ней диск, да. Смотрите, метрика у меня там плоская, поэтому у меня геодезический будет как в плоскости, это будут или прямые, или куски прямых. А я возьму, значит, две вот точки А и Б по разные стороны от вот этой самой моей окружности. Тогда смотрите, у меня нет геодезической их соединяющей, потому что у меня нет прямой, которая их соединяет, потому что у меня, значит, в этой плоскости есть дырка, да, то есть вот у меня вот нет, значит, здесь геодезической, которая их соединяла бы. Но вот в курсе дифференциальной геометрии третьего курса я надеюсь, что вам расскажут, то есть я, если читаю курс, я это всегда рассказываю, что локально это верно. Значит, ну, локально это верно. То есть локально у вас там есть, значит, это называется, значит, теорема Уайтхеда о нормальной окрестности. Это теорема о том, что вот у вас у любой точки А есть такая окрестность, что любые другие две точки этой окрестности П и Ку соединяются внутри этой окрестности единственной геодезической, да, то есть нам здесь важно то, что соединяется хоть одной, да. Теперь вот, значит, свойство, свойство два, да, значит, это прямая единственная. А что было бы здесь, да, значит, это, значит, это геодезическое единственное. Ну, опять-таки, вообще-то неверно. Вообще-то неверно. И пример здесь такой самый, самый простой следующий. Давайте мы посмотрим на сферу и на две точки, которые не являются у нас диаметрально противоположными. Тогда смотрите, вот есть, вот, как я вам сказал, это мы на семинаре ВИУ, увидим, что геодезические на сфере – это большие круги или дуги большого круга. Тогда смотрите, у нас есть вот такая длинная дуга большого круга соединяющая, вот это вот одна геодезическая соединяющая их, а есть такая вот короткая дуга большого круга соединяющая их. И смотрите-ка, вот у вас через А и Б проходит короткое геодезическое соединяющие и длинное геодезическое соединяющие. Поэтому смотрите, поэтому она не единственная, у вас их здесь уже две. А на самом деле у вас может быть геодезическое, которое делает несколько кругов, а потом проходит в Б и так далее. Ну смотрите, ну локально верно. Ну локально это верно. Потому что у вас по теореме Уайтхеда о нормальной окрестности, которую вы, я надеюсь, узнаете в курсе такой уже взрослой большой дифференциальной геометрии, что значит у вас внутри нормальной окрестности любая пара точек соединяется к геодезической, причем единственной. То есть локально это верно. И наконец третье, да, значит то, что значит геодезическое, значит кратчайшее. Там это в точности кратчайшее. Смотрите, как бы вообще-то это неверно. И смотрите, опять-таки надо на вот эту вот картинку, да, потому что смотрите, вот у вас здесь есть кратчайшее соединяющее А и Б и не кратчайшее соединяющее А и Б. А кроме того, кратчайшее может вообще не быть. Смотрите, вот представьте, что у вас есть какая-нибудь такая штука, вот типа, вот у вас вот область такая, не знаю, вот квадрат, а вы вот из него так вот вырезали угол, да, а вот у вас точка, у вас находится вот-вот здесь и вот-вот здесь. И вот смотрите, вот у вас, вот среди всех кривых, которые вот их соединяют, вот кратчайшая была бы такая вот кривая, которая проходит через эту вершину, такая ломаная, да. Но смотрите, этой вершины ведь нет, она же выкинута, поэтому у вас кратчайшего нет. Вы можете сколь угодно близко приближаться к ней, поэтому у вас, как сказать, у вас инфимум этих длин есть, а минимума нет. То есть смотрите, вообще-то это неверно потому, что, во-первых, как бы у вас может быть две гидридических, одна кратчайшая, другая нет, а во-вторых, кратчайшей может вообще не быть. Значит, но то, что верно, первое, как бы это верно локально. То есть в маленькой окрестности всегда гидридические и кратчайшие это будет точно то же самое. То есть у каждой точки есть такая окрестность, в которой это верно. А кроме того, вот то, что мы доказали только что, да, вот такой главный результат этой лекции, что это верно, по крайней мере, в одну сторону. Значит, что если существует кратчайшее, то это геодезическое. Да, значит, то есть как бы если кратчайшее у вас есть, то она обязательно геодезическое, да, еще раз. Проблема могут быть в том, что есть случаи, когда кратчайших нет, и в том, что есть геодезические, которые не кратчайшие, да, но, во-первых, локально этой проблемы нет, у вас локально геодезические совпадают с кратчайшими, это, значит, опять-таки, следующий курс дифференциальной геометрии. И во всяком случае мы доказали то, что если есть кратчайшее, то тогда она будет геодезической. Вот такое, значит, у нас, пожалуй, логическая точка для этой лекции. Значит, мы на этом с геодезическими не прощаемся, потому что они помогут нам на следующей лекции доказать очень важное утверждение, которое называется теорема Гаусса-Банетт, совершенно поразительное утверждение, которое связывает Эллерову характеристику и интегрирование Гауссовой кривизны. У нас там главным действующим лицом будет параллельный перенос вдоль сторон геодезических треугольников, поэтому мы с геодезическими еще не прощаемся. Ну, на этом тогда эта лекция заканчивается.